Миллионером я стал еще до 30-ти роков. Просто что-то начешем у иноземцев. Стандарт. Стандарт. Стандарт в якости. Я реально офигел. Смачно? Да, очень. Я еще тот в виде пуха. Ну что ж, друзья, я за кермом Лексус. И это означает, что это новый блог проекту «Новатор», что рассказывает про крутые украинские компании, что достигли успеха в Украине и за кордоном. Сейчас мы идем в село на Черкащине до пана Игоря Лиски и его компании BeHive. Это будущий лидер из производства и производства меда. МЕДУ Игорь, расскажи, пожалуйста, про то, откуда ты и какой твой первый бизнес был? Шлях до меда був важкий, потому что я сам из Донбасса. Я родился в Луганске. Починал шлях справжней промышленности. Это метал, это вугилля. Мы всех спросим, есть ли люди миллионером в Украине? Это важно для людей. И сколько ты зарабатываешь? Миллионером я стал еще до 30-ти лет. Классно. Колбашу. Я до 30-ти лет был еще в списке Forbes. А сейчас я просто середний класс. Первое вопрос. Коли появилась идея? В этом производстве зашила так много значений. Во-первых, это самый функциональный бизнес, про который только можно подумать. Почему? Потому что джоли, кроме того, что рятуют планету. Так. Запилюют все, что только росте. Все, что росте. По-друге, делятся этим счастьем самыми здоровыми вуглеводами с людиной. И при этом мы ничего в него не выбираем. Украина давно была великим виробником, экспертом виробництві меда, еще из Киевской Руси. Потом первой рамкой вулик был тут. Украина в этом сделала настоящую инновацию. Даже сейчас этим используются все. Короткие вопрос. Почему Біхайф? Почему Черкащина? Черкащина – это логистика. Это самое сердце Украины. Второе – это экологический район. Мы шукали международный бренд. Украинский рынок не был цельный, потому что он очень маленький. Сейчас мы экспортуем десь 95%. Я думаю, будем экспортировать еще больше. И поэтому идея, амбиция, про что мы мечтаем, это украинский бренд, но международный. Он такой же и в Америке, и в Канаде, и в Японии. Все понимают, что это все не бесплатно. Если ты можешь озвучить инвестиции в эту крутую, крутую, это фабрика, завод, как называется? Мы называем завод. Завод, все заводы. Приблизно. Потому что людям всем интересно. Черки – это 10 миллионов евро. За сколько ты хочешь отбить деньги? Мы рассчитывали, построили завод, и думали его отбить за 5 лет. Но мы постоянно инвестируем и инвестируем, потому что это может немного увеличиться. Но, вообще, главная идея этого производства – это построить бренд, который будет экспортироваться по всем мире, и будет продаваться с доданной ценностью. Мне очень интересно посмотреть на все производство. Я считаю, что кто-то мне может показать. Так, 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 звичайно. Покажем все секрети. Единственное главное – ты маешь одягнуть. Я все одягну, я даже поголился. И даже шапочку. Потому что это самый высокий уровень стандарта, качество. И даже твоя пилинка из твоей глины не может попасть. Людмила Иванівна, вы директор этого чудового производства BeHive. Дайте нам информацию, что, как и почему. Мы сейчас находимся на складе готовой продукции. А, не готовой. На складе сировины. Еще сировины. Сировины. Что у вас в руках? У меня металличный щуп. Так. Для выбора проб меда. Тобто, каждая сировина, яка зайшла на завод, переверяется. Переверяется. Можем пройти, подивиться, как выбираются проби. Давайте. Людмила Ивановна позволила мне особисто взять пробу вот этим щупом, проткнувши цей мед. И крутить надо, да? Да. Достаю? Да. Допомогайте. А цей мед потом куди иду? И потом передается в лабораторию. В лабораторию. Дивись, у тебя очень большие стандарты для входа в бизнес. Импакт, качество. И, конечно, все это достаточно тяжело. Я бы додал тут еще инновации. Дуже часто сам подход к бизнесу, сама бизнес-модель, або как ты покупаешь, как ты продаешь. Даже эти бочки. Да, я вижу, они такие как-то шершаво-матовые, офигенные. Это... Мать тебе цікаво. Это первый в мире подход, когда бочки имеют свою идентику. Они золотые, они B-Hive, и мы построили систему. Это мы един в мире. Серьезно? И в таком вигляді мед непридатный до работы. Его треба трошки подогрити. Мед подогревается до температуры не выше 40 градусов. Это та температура, которая не впливает на качество меда. На особливости. Его физически, но позволяет ему разогреться и быть внучкой. О, я уже весь меду. Смачно? Да, очень. Далее уже мед, когда он разогритый, вливается в ванну из кристаллизации и подается подалее в работу. Ты правильно понимаешь, что это очень сезонный бизнес? То есть он работает где-то до жовтня, например? Мы принимаем вот пасечников мед на протяжении года. Это что за мед там сейчас? Это мед полифлорный, это разнотравие. В бочках он едет. А почему не в банках? Мы продаем их в банках. То есть мед в банки запакованный для супермаркетов, например? В супермаркетах. А сколько эта линя может производить за год? Потужность – 2000 банок за годину. Офигенно! Скажи мне, как человек, что профессионально продает и знаете на этом, как много 14 тысяч тонн для европейского рынка, для святого рынка? Какой это размер? Это достаточно много. Украина – это большой производитель. Причем мы экспортуем порядка 40 миллионов. То есть, если мы все потужности, а мы сейчас только на экспорт просим, то это будет третина всего украинского экспорта. Какой главный шлях потрапления сировины на производство? У нас есть свои производительства, но это не привалюющая одина. Мы купим мед, в первую очередь, с пасичников. С нашим приходом, я думаю, что индустрия изменилась, потому что мы требуем другой стандарт качества. То есть, мы научим пасичников никаких антибиотиков. Сейчас мы вводим еще больше стандартов, чтобы продать там. Это никакого фальсификатора. То есть, чтобы не было никаких домишек, домишек других сахароз. Той, кто хочет экспортировать в Европу, в первую очередь сделает самый крутой стандарт. Только с этим можно выходить и конкурировать с ним. Чтобы у них было жодного аргумента вам отказать, поставить в чергу, переверить або заблоковать. Сколько людей працюет тут? Более 90 людей. Слушайте, Инна, а что вы, главная в лаборатории или что? Конечно. У нас все начинается и нам все закончится. Мы переверяем органолептичные показники, физико-химические показники и показники безопасности, наявность антибьотиков. Дивите, звідки вы взяли три этапи переверки? Это ваши особисти стандарты или европейские? Это и наши особисти стандарты для того, чтобы мы 100% гарантировали випуск качественного готового продукта. Мы дивимось наявность полковых зерен, их співвідношение в зразку меду. Тем самым мы подтверждаем, что мед натурального походжения не фильтрованный, он не фальсифицированный. А как можно сфальсифицировать мед? Ну, например, додать якийсь цукровый сироп, полностью заменить мед. Тут мы уже проводим исследования меду на вместо антибьотиков. Это какой-то супер компьютер. стоит супер надсучасный прилад, который позволяет визначать минимальную концентрацию антибьотиков очень высокой точностью. Видите, уже можно крутить вот это. Очень круто. Вообще, какое волшебство? 21-е столетие. И все это made in Ukraine. Вы понимаете? Мы еще будем говорить немного про мед, но я бы хотел, чтобы ты рассказал, что у тебя есть другие примеры интересных инвест-проектов. Так же с таким подходом. Я знаю, что, например, ты пересадил, в хорошем смысле слова, виробников яйца на картонной, на паперовой такую историю, и владеешь великим виробництвом. Уже не только яйца, еще и яблук. А сейчас мы занимаемся ягодой. Если честно, у меня очень драйвитые истории, которые изменяют что-то. Галузы, отношения. Все это разом? Вообще, капец. А когда все это тупо гроши, оно уже не так драйвить. Про плани. Что в будущем ты хочешь открыть? Плани у нас большие. Мы прямо сейчас строим завод под Львовом, в Бузьку. Это будет очень большой объект и очень нужный в Украине. Потому что это большая экологическая катастрофа, которая просто в каждой области с отходами тваринства, которая просто закопается по балкам, по лесам. Это биологическая бомба. А мы из этого творим высокотехнологичный качественный продукт на экспорт костного мука. Другой у нас есть амбитный проект как мы сказали с ДОКЮА. Мы можем изменить в воду комнатной температуры, вимальовывается малюнок в виде сот. Капец. Если какой-то левый мед сюда не будет такого малюнка. я реально надо верить в себя, в свои силы, в свои идеи. Ну и третье, надо быть честными. Если вы что-то пообещали, какую-то маленькую дребницу. Обязательно нужно выполнить. я знаю, мы не можем окупность 5-7 лет примерно до 14 тысяч тонн поэкспорту. и очень экологично. Дякую вам, друзья. всем. До зустричь.